Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 24 мая. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами приведу я, как и оставшуюся неделю. Давайте рассмотрим ключевые события, которые на текущий момент времени есть на финансовом рынке. В первую очередь хотелось бы отметить вчерашнее заявление представителей Белого дома. Представители Белого дома заявили о том, что приближающийся возможный дефолт в США, напомню, что по прогнозам министра финансов Елен это может случиться 1 июня, приведет к очень поправимым последствиям, очень серьезным последствиям и к обвалу фондового рынка. Прогнозируется, что если США все-таки объявит технический дефолт, то фондовый рынок США может упасть на 45 процентов. Это очень сильное падение, поэтому мы следим очень внимательно за этими событиями, за всеми заявлениями, которые идут и, соответственно, за котировками на финансовом рынке. Также мы вчера с вами разбирали индекс S&P 500. Индекс S&P 500 на вчерашний день находился на отметке 4200. 4200 – это достаточно сильный уровень, от которого цена не смогла пробить, и на текущий момент времени цена уже скорректировалась на 4160 текущая котировка. По прогнозам, если случится дефолт, то ситуация с S&P 500 будет гораздо хуже, чем в 2011 году. В 2011 году индекс S&P 500 буквально за две недели упал более чем на 17 процентов. Как вы понимаете, на текущий момент времени ситуация может быть гораздо хуже и, соответственно, движение может быть еще более сильное. Поэтому на текущий момент времени позиции на покупку фондового рынка мы не рассматриваем. Из других важных событий. Вчера было выступление Бейли, кстати, сегодня тоже Бейли будет выступать после данных по потребительской инфляции. Бейли заявил о том, что если инфляционное давление будет усиливаться, то мы будем принимать меры и наша монетарная политика будет ужесточаться. Мы будем дальше повышать процентную ставку, что в рамках Банка Англии выглядит очень логично, потому что повышать и улучшать экономику Англии нужно, и это можно делать за счет повышения процентной ставки. Это самый эффективный способ. Из других важных событий очень внимательно мы сейчас следим за котировками марки Brent, котировками нефти. Соответственно, почему? На вчерашний день министр нефти Саудовской Аравии заявил о том, что 4 июня состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором ожидается, что будут приняты такие решения, которые заставят курс нефти повышаться. На текущий момент времени уже известно, что нефть отбывается в небольших размерах и поэтому создается дефицит. Дефицит может быть искусственный, но так или иначе он есть, но в последнее время мы видим, что котировки нефти снижаются. Министр нефти Саудовской Аравии предупредил всех шартистов о том, что до 4 июня им лучше позакрывать свои позиции, потому что будут приняты решения, которые заставят курс нефти расти. Если мы сейчас с вами посмотрим на график, действительно у нефти есть дальнейший потенциал роста, поэтому на ближайшую неделю мы с вами будем рассматривать позиции по нефти на покупку. Из других важных событий в экономическом календаре на сегодняшний день следует отметить, что сегодня в 6 часов, как мы уже с вами отметили, по времени GMT выйдет статистика из Англии, это потребительская инфляция, CPI, также в 8 часов выйдет в Германии бизнес климат, бизнес оптимизм. Ну и сегодня выступает Джанет Йеллен. Очень будет интересно посмотреть за ее выступлением, потому что Джанет Йеллен всегда делает очень резкие заявления и влияет на курс на индекс доллара. Выступление будет в 14.05 по времени GMT. Сегодня, в среда, в каждой среде выходят запасы нефти и в 14.30 мы ожидаем эту статистику. Ну и, наверное, одна из самых важных новостей, которые сегодня есть в экономическом календаре – это заседание ФОМС, где всегда представители ФРС объявляют о своей дальнейшей монетарной политике. Очевидно, мы услышим новое заявление по госдолгу. Очевидно, это окажет высокое влияние, высокую волатильность на фондовом рынке, но и в том числе на наш главный инструмент, за который мы сейчас следим, за индексом доллара. На текущий момент времени это были все ключевые события. На сегодняшний день мы будем с вами и дальше за ним следить, находить интересные возможности на финансовом рынке. Вам желаю успешной торговли!